всем здравствуйте всех вас рад видеть на канале сегодня в ролике я вам покажу как я делаю аэрлифт самый простой аэрлифт ну надеюсь что я смог донести свои мысли что там более-менее все понятно пытался так детально все объяснить я не стал показывать как я паяю трубу пластиковую думаю что понятно и как я сверлил дырки ну или же отверстие такому как нравится в этой пластиковой трубе чтобы ролик не был таким слишком длинным там в конце еще будет такой небольшой косячок когда аэрлифт немного всплывает но эта проблема исчезла после того как вот губка впитала вся хорошенечко водичку то аэрлифт плотно прижимается ко дну стоит не шевелится все отлично ну и в будущем я вам покажу еще один вариант аэрлифта ну и заодно их сравню какой будет работать лучше всем вам приятного просмотра что вам понадобится для аэрлифта для того чтобы его сделать ну такая вот пластиковая труба двадцатка там размер уже сами будете для себя подбирать переходник 25 вот сюда будет двадцатка так подпаиваться здесь специально чтобы чуть-чуть побольше был диаметр ну и стеклышко 10 на действия использовал можно разные использовать ну и здесь чуть вот шкурочка я шлифанул видите такое матовое пятнышко ну чтобы хорошо приклеилась эта муфточка можно так сказать но это не муфта вот здесь тоже с этой стороны я шлифанул такой довольно таки толстой шкуркой я не помню какой номер там особо значения нету возьмете там потолще чтобы пошершавые особенно вот стекло хорошенечко надо зачистить вот все и вот так в сборе это будет выглядеть сюда ну и здесь вот в этой трубке будут насверлены дырочки вот я отметил полтора сантиметра я буду вот в эту муфту можно так сказать надевать на вот этот переходник ну и здесь вот губку я примерил так чуточку поменьше вот отметку поставил здесь все и сейчас буду сверлить по дереву сверло сколько мне нужно дырок довольно таки такие большие дырки будут по моему сверло там на 8 если не ошибаюсь все это спаяю ну и буду сюда клеить клеем для аквариума ну вот клеем не остался я делал ремонт в аквариуме вот клей остался буду уже сразу готовую целиком трубку клеить сюда хотя удобнее вот эту заклеить вот но потом паять неудобно то есть я принял решение сначала спаять но потом клеить но конечно самого начала я здесь сейчас просверлю дырочки ну и вот так вот получилось сейчас все вот эти махры я аккуратненько срежу малярным ножиком ну и потом уже буду паять ну и все дырочки а вот зачистил уже припаял ну и сейчас буду клеить обязательно обезжирю ацетоном и здесь и здесь немного чуть-чуть постоят и буду клеить герметиком для аквариума ну и потом все это будет сохнуть одеваться губка сюда и устанавливаться в аквариум губка сюда и убрать Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну и сейчас я покажу, как я делаю дырку в губке, чтобы на эту трубочку ее надеть. Чуть-чуть должна быть вот эта трубочка побольше и подлиннее. И так длиннее и вширь тоже побольше, но желательно чуть-чуть меньше, чем этот диаметр. А то видите, она слишком маленькая, вот эта трубочка. Алюминиевая. С одной стороны я вот здесь заточил, чтобы прорезать губку. То есть вот я центр выбираю и потихонечку вот так закручиваю туда в разные стороны. Желательно делать это ровно, по центру, чтобы вот эта трубочка наделась на нее идеально. Ну, конечно, этого не получится, но все же так постараемся сделать поровнее. Губка прямоугольной формы, не квадратной. Было бы, конечно, хорошо, если бы 10 на 10 была, губка вообще замечательная. Ну, или 12 на 12. Ну вот, практически, видите, до конца не хватает у меня вот этой трубочки. Она меньше. Ну и потом я пальцем высовываю, выковыриваю оттуда поролончик маленький. Конечно, это не очень быстро получается, но все же вот. Освободил и беру вот такую вот проволочку. С одной стороны чуть-чуть, вот она заостренная, то есть выход из положения. И вот сюда, по центру, ее засовываю и дырявлю. То есть вот продырявил. Ну, примерно по центру вышло, примерно. То есть я продырявил. Можно даже ее вот, когда продырявите, прям сюда надеть и ориентировочно по вот этой проволочке делать. Ну, я примерно наметил. И вот с этой стороны теперь тоже делаю такое же отверстие. Уже должен был, в принципе, продырявить насквозь. Но, возможно, и не туда немного она ушла. Но ничего страшного. Вот с этой стороны я вижу. Ну, вот. Вот так вот получилось. Ну, и сейчас я надену вот сюда. Она довольно-таки туго будет сюда надеваться. Но вам не очень хорошо будет видно. Видите, как вот вплотную прям идет. Это, с одной стороны, хорошо, но и с другой стороны не очень хорошо. Но она потихонечку как... Деформируется так, и потом будет легко сюда залазить. Вот такой вот аэрлифт получился. Кстати, вот здесь вот шкурочка лежит. Видите, какая крупная. Крупно-зернистая шкурочка. Я стеклышко шкурил, чтобы приклеить. Ну, вроде все приклеилось. Все нормально. Губка здесь мелковатая немного. Желательно чуть-чуть. Побольше. Ну, вот такой аэрлифт получился. Осталось здесь еще проделать отверстие и шланг для подачи воздуха. Можно отсюда вот распылитель такой небольшой прям опускать до конца и тоже, чтобы булькал. Возможно, тоже так попробую. Ну, нужно такой еще распылитель найти. Вот, я уже вот парочку здесь сделал. Еще осталось два таких сделать. И работа будет выполнена. Ну, потом будем устанавливать. Посмотрим, как они работают. Ну, и вот готовы аэрлифты. Сейчас я буду их устанавливать. Ну, хотел показать еще, как я сделал отверстие. Видите, здесь сверло использовалось 4,5 миллиметра под вот такую вот пластмассу, чтобы она сюда очень вот туго заходила. Я вот одну уже сюда засунул. Видите, очень туго она все, никуда не денется. Можно еще под шлангочку просто, видите, шлангочка тоже подобрать сверлышко. Вот, нужно было чуть-чуть побольше вот под эту шлангочку сделать отверстие. Вот здесь я экспериментировал. Здесь вот 4,5 сверлышка, а здесь вот 5. Вот эта вот дырочка как раз вот под шлангочку подходит. Ну, и сейчас она не заходит, но вот плотно сюда прям вот подходит. Еще хотел вам показать. Посмотрите, какие ровные отверстия получаются. Ну, или же дырочки. Это вот если брать такую вот трубу для горячей воды. То есть, видите, обрабатывать ничего не надо. Да, чуть-чуть махры есть, но это совсем-таки минимально. Так что сейчас буду устанавливать вот этот аэрлифт и посмотрим, как он работает. Ну, и вот так выглядит аэрлифт. Уже готовый, установленный в аквариум. Ну, вот пока к тернешкам установил аэрлифт. Он там еще, видите, всплывает. Возможно, с другой стороны дно тоже придется подшкурить. Потому что, ну, как бы вот, я думал, будет, ну, плотно прилегать и не будет всплывать. Ну, сейчас губка наберет в себя хорошенечко водички. Я думаю, все будет отлично. Ну, скорее всего, поэкспериментирую я тоже с другой стороны. Дно зашкурю, чтобы такая была немного шершавая поверхность. Возможно, будет лучше. Видите, всплывает. То есть, вот этот косячок есть, конечно. Ну, думаю, это ничего страшного. Я специально вот побольше включил. Посмотрите. Конечно, пузырики довольно-таки большие. Но ничего страшного. Я буду ждать, когда губка намокнет. И плотно прижмется вот это стеклышко ко дну. Ну, или, возможно, нужно будет подачу воздуха уменьшить. А делать я этого не хочу. Как говорится, будем посмотреть. Ну, пока вот будет проходить испытание. Буду еще, конечно, некоторые аэрлифты. По крайней мере, хочу поэкспериментировать. И вот через вот эту трубочку, откуда выходят пузырики, я хочу сюда распылитель. Вместе с шлангочкой небольшой такой просунуть. Ну, и пусть булькает. Чтобы пузырики были немного поменьше. Ну, по крайней мере, это вот так в планах есть. Ну, и посмотрим. Большие пузырики тоже выходят. Мне кажется, тоже будет все нормально работать. Будет все отлично. Субтитры подогнал «Симон»